Здравствуйте! Сегодня понедельник, 13 июля. В эфире новости от Макси Маркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство банкир.ру. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Вначале о главных экономических новостях. К этому часу в экономической статистике понедельника Япония опубликовала майский индекс деловой активности в сфере услуг, динамику объема промышленного производства и коэффициент загрузки производственных мощностей. Китай отчитался по итоговым показателям баланса внешней торговли за июнь, включая объемы экспорта и импорта продукции. А в ходе европейских торгов Великобритания обнародует отчет об условиях кредитования за второй квартал текущего года и обзор банковских обязательств. Европейский центральный банк объявит еженедельный объем покупок ценных бумаг. В американской статистике сегодня выйдет ежемесячный отчет об исполнении федерального бюджета. Кроме того, США и Франция проведут аукцион по продаже трех- и шестимесячных облигаций государственного долга. Сегодня же состоится встреча министров финансов Еврозоны и выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги. Европейский центральный банк Курс пары начал стремительно расти, а Греция в одночасье из источника беспокойства и тревог для инвесторов превратилась в драйвер роста финансовых рынков. Таким образом, курс пары на волне оптимизма прошел на подъеме более 180 пунктов, пробил ключевые уровни сопротивления 1.11 и 1.12 и зафиксировал дневной и недельный максимумы на отметке 1.12.15. Последовавшее в ходе американской сессии выступление председателя Совета управляющих ФРС США Джанет Йеллен, в котором она высказала намерение ФРС поднять процентную ставку в этом году, а также дала высокую оценку стабильному росту американской экономики, остановили подъем пары и развернули евро на снижение. На исходе торгов коррекционный откат пары достиг ценового уровня 1.11.19, вблизи которого евро-доллар и завершил дневную сессию. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.11.20-1.10.70, а затем возобновление восходящего движения пары к ценовым уровням 1.12, 1.12.16-1.12.50 и выше. Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Бюджет, представленный на минувшей неделе канцлером Великобритании Джорджем Осборном, поддержал оптимистичные прогнозы, указав на восходящие инфляционные риски и благоприятные для роста валюты. Кроме того, экономическая статистика из Великобритании, опубликованная в пятницу, продемонстрировала резкое снижение дефицита торгового баланса, показатель которого снизился до двухлетнего минимума на фоне сокращения импорта и увеличения объемов экспорта в еврозону. Полученные данные стали драйвером восстановления пары. Курс британской валюты пробил верхнюю границу бокового диапазона и начал стремительно расти. Дополнительную поддержку быкам по фунту оказала разрядка напряженности в переговорах греческого правительства и международных кредиторов. Начало позитивных отношений между ними повысило перспективы достижения соглашения и выделения Греции нового пакета финансовой помощи. Это укрепило союзников единой валюты и позволило быкам по фунту пройти на подъеме 190 пунктов и зафиксировать новый трехдневный максимум на отметке 1,5550. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение текущей нисходящей коррекции пары в ценовой зоне 1,5475-1,5440. Далее ожидаем новый рост курса британской валюты к целевым уровням 1,5550-1,56-1,5648 и выше. Стоимость золота на торгах в пятницу практически не изменилась. Узкий диапазон волатильности сумел поднять корректировки всего лишь на 5,27 долларов до уровня 1,163,41 доллара за тройскую унцию. Неопределенность в ситуации с греческим долговым кризисом продолжает поддерживать умеренный спрос на металл, курс которого уже более недели колеблется вокруг ценового уровня 1,160 долларов за унцию. По итогам последнего дня недели ближайшие краткосрочные сопротивления для золота проходят по ценовому уровню 1,167 долларов. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим целям 1,170 долларов, 1,174 доллара и 1,176 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для него расположилась на ценовом уровне 1,162 доллара. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла ценовым уровнем 1,158-1,150 долларов и ниже в направлении уровня 1,147 долларов за унцию. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем продолжение бокового движения котировок в диапазоне 1,167-1,157 долларов, а затем разворот и возобновление снижения стоимости металла к вышеназванным целевым уровнем поддержек. Серебро на торгах в пятницу также несколько подорожало. Спрос на металл растет уже неделю, и Монетный двор США объявил недавно, что продал серебряные монеты компании American Eagle. На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на серебро выросла на 16 центов до уровня 15,65 долларов за унцию. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него проходит сейчас по ценовому уровню 15,85 долларов за унцию. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевым уровням 16,10 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на ценовом уровне 15,48 долларов. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее к уровню недельного разворота 15,36 долларов и ниже к ценовым уровням 15,24 долларов и 15,06 долларов за унцию. В нашем прогнозе по серебру также ожидаем разворот котировок металла на снижение к вышеназванным целевым уровням поддержек.